Народные депутаты требуют от НАБУ выяснить, кто в правительстве лоббирует импорт российских удобрений в Украину. Напомню, вчера Кабмин отложил расширение антидемпинговых пошлин против российских производителей карбамида и аммиачной селитры. Все подробности в материале. В Верховной Раде заявляют о намеренном затягивании чиновниками введения эмбарго на импорт российских удобрений. Еще на прошлой неделе премьер-министр Владимир Гройсман заявил о том, что в эту среду правительство расширит антидемпинговые пошлины, чтобы пресечь поступление в страну контрабандного карбамида и аммиачной селитры производства страны-агрессора. Однако решение вновь отложили. Кабмин должен был выполнять свои решения. Вчера должна быть остаточно поставлена крапка. На жаль, это не произошло. На жаль, это снова оттерминовывается. Но Еврохим и дальше экспортует свою продукцию. Больше того, за данными військовой прокуратуры, Еврохим финансирует терроризм и сепаратизм. Есть четкая информация о том, что Еврохим финансировал, в частности Еврохима, финансировал оружие снайперскими комплексами террористов, которые на сегодняшний день, от рук которых на сегодняшний день гонят наши солдаты. Извините, тогда давайте, пусть они решат, кого они поддерживают. Мы боремся за украинского производства. Мы в первую очередь отстаем интересы украинского производства. А кто подумает о тех 30 тысяч семей, которые сейчас задеяны в этом производстве? Только за прошлые годы Украина закупила российских удобрений более чем на 550 миллионов долларов. Сейчас они занимают уже половину нашего рынка. При том, что карбамид и аммиачную селитру из страны-агрессора завозят контрабандой, минуя торговые пошлины. В Верховной Раде уверены, за этим стоят конкретные чиновники. Депутат Олег Петренко уже потребовал от НАБУ проверить, кто наживается на торговле с агрессором и затягивает введение эмбарго. Там текст на 8 сторон, с дробным шрифтом, как раз про факты лоббиевания с чиновниками Министерства экономики, такими как Микольска, лоббиевания интересов российского производника. Расширить пошлины против российских производителей удобрений премьер-министр потребовал от Минэкономразвития. Однако первый вице-премьер Степан Кубев заявил, что сделать это пока что нельзя, якобы из-за того, что страна-агрессор может подать на нас в суд. Мы возвращаемся к уряду, а дальше мы слушаем черговые отмазки о том, что оскаржится решение, это не соответствует нормам. А если оккупация Украины не соответствует нормам? А если оккупация Донбасса и частини территории Луганской области это соответствует законам интереса? То есть, происходит дурная ситуация, что мы законопослушные, там, где нужно рубануть шашку и сказать нет. 100% эмбарго на все, что возится из России. Незалежно от того, химия, это Миндобрива, или любой товар. Но, видите, на больший жаль, смущены стыкаться с черствостью, с хабарницей, с многими другими обстоятельствами, которые сзовно и не видно. Если чиновники и дальше будут лоббировать интересы спонсоров боевиков, депутаты обещают сами пресечь завоз контрабанды в страну. Ну, я уверен, что просто другого выхода не будет, потому что, ну, я, по-перше, это десятки тысяч людей, десятки тысяч работников, которые также не будут просто так просто спостерегать за тем, как знищаются их рабочие места, знищаются их предприятия. Мы, как политическая сила, и национальный корпус, и национальная дружина, безперечно, не будем тоже в стороне стоять, когда такое в стране происходит. Очередное заседание правительственной комиссии по вопросу импорта российских удобрений должно состояться в следующий понедельник. Если решение вновь отложат, депутаты обещают радикальные меры. Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности телеканал Интер.